МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». Известный актер, поэт и музыкант Петр Мамонов выступил в Брянске с творческим вечером на сцене областного драматического театра. Широкой публике артист прежде всего известен по фильму Павла Лунгина «Остров», где Мамонов сыграл роль старца Анатолия. Сейчас Петр Николаевич живет в деревне и занимается творчеством. Издано несколько сборников его поэтических афоризмов «Закорючки». Перед своим выступлением в Брянске Петр Мамонов поделился с нами размышлениями о том, почему современным христианам так важно гореть своей верой, гореть в своем деле, гореть в Боге. «От тлеющего пучка пакли ничего не загорится. Загорится только от яркого костра. Как мудрые нас учат, что юноша должен излучать пламя, а старец излучать свет. Смотрите, как вот от Осипова Алексея Ильича, какой идет свет. Какой свет идет от отца Дмитрия. Ну и еще и от некоторых не будем. Кое-что есть. Кое-что есть. Сейчас очень много критики церкви, особенно модно критиковать церковь среди молодежи. Как попы у нас на дорогих машинах в церкви, это торговые точки. Как найти диалог с молодежью? Ну скажу вам, как попы в дорогих машинах. Я был лет 10 назад в Одессе, там под Киевом есть реабилитационный центр для наркозависимых. И там ребята жизнь клали, не знаю, как у них сейчас, жизнь клали, чтобы у них отличные результаты спасали людей. И там такой батюшка у них работал. И все. В Одессе едем и помогают им. Там богатые ребята из бизнеса дают деньги. Все. Хорошие ребята тоже такие. Едем по Одессе. Лексус огромный. Вылезает этот батюшка из этого лексуса. Можно сказать, о, видишь, вон они попы. А он под Одессой, Бессарабии кинули их туда. В избушке жил уже старенький, ну не старенький, в годах с матушкой, с детьми на этих ветрах, на холоде. Строил храм десятилетиями там это. Вот он какой. А он вылез из лексуса. Поэтому не спешите, ребята, со своими выводами вот эти. Это раз. А второе дело, какое мое дело? Какое мое дело? Кто что там относится, молодежь, не молодежь? Я должен на своем месте, где призван, там и служить. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. А насчет молодежи я не согласен. Молодых людей столько сейчас вот таких. Мы были намного хуже. И умненькие, и продвинутые, и ищут, сомневаются. Откуда это вот вообще обсуждение? Если церковь эта не нужна, да и что о ней говорить? А если о ней разговаривают, значит они о ней думают. И хотят, чтобы все было так, как им кажется правильно. Ну и что же, это свойство молодости. Заблуждаться. И мы заблуждаемся часто. Вот поэтому ничего страшного. Не надо делать страшнее то, с чего я начал. Что наши, вот уже люди воцерковленные, православные, творческие, всякие, бредут мимо. Старуха, диакон, кадил, и на пути его какой-то молоденький встал, так старуха с палкой так его бортануло в угол. Никакому хоккеисту не снилось. Он больше что? Он больше в этот храм не ногой. Вот те православные наши. Какая наша церковь? Церковь это мы. Если мы тлеем, то что от нас будет? Мы должны гореть. Апостол Петр, тень его исцеляла больных. Давайте-ка, ну-ка, помните, да? И возложите руки на недужных, и будут здравы. Ну-ка, больного мне сюда приведите. Я на него руки взял, что будет? Ничего. Ничего, будет только хуже. Вот так. Говорит, отец, а скажи, как это вот вера? Что это такое? Ну, вера, говорит, это чтобы горе сказать, ну-ка, с этого места на это. И гора пошла. Он говорит, не-не-не, я не тебе. Вот как древние монахи египетские. Вот какая вера. Гора пошла, реально. Мария египетская ходила по водам. Это что, сказки? Ну-ка, давай. Вот так. Петр пошел, господи, к тебе хочу, да? Пошел на два шага. Ой! Так, а мы только ой у нас слышим. Господи, спаси. Господь спасет, конечно, но это же мало, мало. Ну, вот такие мысли по этому поводу. Творческий вечер Петра Мамонова в Брянске длился больше двух часов. В зале аншлаг. Артист, известный своей неординарностью, исполнял песни, читал стихи, цитировал христианские афоризмы, сочиненные им на основе своего жизненного опыта. Предельно откровенный Петр Николаевич, открывая себя, открывал и зрительские сердца, давая возможность людям заглянуть внутрь себя и вместе с ним поразмышлять о самом главном. Вот я часто думаю, сколько же не страчено времени в моей жизни на всякие обиды, ссоры, недовольства. Сколько драгоценного времени, прекрасной этой жизни, я истратил на это все гадость. Так становится как-то обидно и насадно, такая ерунда вся эта. Не ошибся, я довольна, что что-то дорогое было. Я встал, знаете как, в деревне у нас праздное, есть люди всякие, вот, есть такие, да, продолжающие, выбивать, окусывать, так сказать, наверное, все равно стоящие, вот. И встретишь такого в магазине, я говорю, слушай, Вась, как ты сильнее ободадишь, в интеркрас? И он, например, раз, раз, опа, так, привет. Я говорю, да, Николаевич? Вот, как это просто оказывается, а женщина сами говорит, слушай, как у тебя, как у тебя получается? «Погодите, все, все, ничего больше можно не делать, денег не добавлю». «У меня есть такая из старых книжек, с горечкой такая, брак. Сижу, смотрю в окно, жена идет по тропинке, думаю, куда это я пошел». На концерте зрители задавали артисту вопросы, интересовались, в чем же смысл жизни и что же такое счастье. «Имя нашего Бога, любовь, это не дядька с палкой, который что-то там следит, сделает, что-то вешает, там будут какие-то сковородки, ничего этого не будет. А будем, какими мы умрем, в каком состоянии мы умрем, так и будем мы вечно. Это надо нам твердо понять, что как мы умрем с обидой, с какой-нибудь, со злобой. Нет-нет, да думаешь, я вот тебе расскажу. Нет-нет, да думаешь, когда с женой какие-то нелады, думаешь, ну ладно, скоро смерть, и там не увижу ее. Нет, браток, тебя именно с ней и посеют. К чему я это говорю? Шансов нет, нужно научиться здесь любить, успеть научиться здесь, любить, терпеть, принимать ее такой, какая она есть. Я тоже не подарок, ей тоже надо учиться. Вот, если эта жизнь нам дана для этого, то есть Бог, Он хочет нам счастья всегда, но настоящего, бодреного, а не заменителей счастья. Что мы думаем, сейчас мы купим, вот будет хорошо, машину купил, пришел, на кухню, на табуретку сел, пять минут прошло, все, кончилось. Здесь быстро кончается такое вот счастье, за которым мы столько трудов и сил укладываем на это счастье мнимое. Вспомните, сколько мы работаем за эти сережки, за этот автомобиль, за эту квартиру. Нет, конечно, все надо, все надо, и жить надо, и ездить, и надо все. Но потом, на первом месте, должен быть Бог, наш отец, потом жена-муж, потом дети, потом работа, потом Мерседес, потом. Вот так. Поэтому счастье надо нам определиться, что мы понимаем под счастьем. Священник один из сталинского лагеря за шесть дней до расстрела пишет в письме. «Радости нет конца». Он что, больной или он сумасшедший? Нет, потому что с ним Христос. Господь наш Иисус Христос всегда там, где горе, там, где тюрьма, больничная боль, стреляют, где кровь, где трудно. Вот там, там надо искать, там, в преодолении, в подвиге. Вот мы снимали это кино «Остров», которое всем нравится, в основном. И мы бегали по этим камням на 12 часов в сутки, ветры были холодные, не знали, что мы снимаем. Молились, плакали, отчаивались, разочаровывались. И вот сейчас я вижу, что это были самые счастливые дни моей жизни, когда было трудно, когда все вместе. Мужики, знаете, как это все, когда вот преодолеваем, когда, о, это, взялись, все. Вот, вот где подлинное счастье. Почему же здесь? А потому что Господь нам показал путь куда? Да, страдания? Нет. Как написано в книге Иова, человек рождается для страданий, чтобы, как искра сгорая, устремляться ввысь. Кто, кого посещало большое горе, утраты, знает, как это чистит наши души. Кроме того, что это горько, страшно, больно, как это чистит наши души. Что будем делать в четверг, если умрем в среду? Другого вопроса нет, на самом деле, чего будем там делать. Вот я в кино ложился в гробе, на рожке, да, я три раза в искатель. Страшно, говорят, да не страшно, а строгая вещь. Четыре стеночки, сверху крышка, и все. И ничего больше нет, никаких приколов, ничего нет. Ни Евангелия нет даже. Ничего нет, есть только твоя душа и встреча с Богом. Вот и все. Поэтому очень важный момент, как мы будем умирать. Я вот чаще и чаще сейчас, прям чуть ли не каждый день об этом думаю. А, говорит, об этом думать не надо. В отпуск едет, носочки взял, приемчик взял, айпад взял, плавочки взял одни, взял плавочки, другие, у кого-то встречу, все, погоду в интернете насмотрел, все. На три недели едет готовиться. А тут смерть, вечность. А, говорит. Как это так? Надо готовиться к смерти. Готовиться. Как же готовиться? Воевать со своей гадостью. Воевать. Если Господь нас в этом застанет, Он нас к себе возьмет. Мы ничего не сможем. Но мы будем в эту сторону идти. В эту сторону. Самый главный вектор. Богу важен, мотив. Зачем мы живем? Поэтому, если мы прожили день, и от нашего присутствия на этой земле никому не было хорошо, то, к сожалению, мы день прожили зря. Вот это я понял. И стараюсь, и за всех с ним не получается ничего. Ну, это как обычно. Но я знаю этот путь, и, как пишет мой любимый святой Исаак Сирин, путь, проложенный страдальческими стопами святых. Вот эта тропинка. Она одна, она трудная, она тесная, но она ведет в царство. И я хочу туда. Я хочу туда. Мне не интересно больше ничего такого. По-настоящему. Не эти музычки, не эти это все. Нет, я все слушаю, интересуюсь, смотрю, но все, езжу на машинке. Но это все жидко. Жидко. А там прямо ложка стоит в сметане. Вот так. Вот так. Это то, что я понял. Ну, а результаты не наше дело. Наше дело идти. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч. Да хранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин